В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день декабря с погоды. Температура ночью минус 2, плюс 3. В горах до 7 градусов мороза. Днем до плюс 13 и местами до плюс 7. Ночью и утром на дорогах гололедится. В Черкесске ночью и утром небольшие осадки. Дождь и мокрый снег. Днем бессущественных осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Днем будут порывы до 16-21. Температура ночью 0, плюс 2. Днем 11-13 градусов выше нуля. Две тысячи хачанов, 300 литров айрана, лукумы, консервированные запасы на зиму, бесчетное количество питьевой воды, а также принадлежности личной гигиены, одеяло, матрасы, все это и многое другое подготовил Совет Старейшин Республики совместно с кулинарным техникумом Черкеска для бойцов СВО. Уже в ближайшее время машины с гуманитарным грузом будут в зоне спецоперации. Альбина Кураченова-Кенжева подробнее. Мероприятие началось с гимнов России Карачаева-Черкесии. Присутствующим был представлен ролик о наших бойцах на СВО. Ни одна партия гуманитарки уже доставлена нашим военным. Каждый, кто участвует в данной акции, хочет помочь бойцам преодолеть трудности военной обстановки и быта. И надеется, что переданный груз поможет хоть немного облегчить ребятам сложные условия, согреть их, чтобы они почувствовали, что все их поддерживают и верят в них и в их победу. Кулинарный техникум во главе с руководителем, преподавателями и студентами говорят, невозможно оставаться в стороне, когда солдаты воюют. Нашим защитникам очень важна поддержка земляков, душевное тепло, забота и внимание. Мы вот заупаковали наши хачаны, мясо сушеное заупаковали сейчас, айран заупаковали, компоты, соленья все заупаковали, приготовили. Сейчас ребята помогут нам. Очень старались все. Как вы считаете, какие чувства будут у бойцов и СВО, когда они будут есть? Им будет очень приятно, потому что весточка из дома всегда приятна. Что им пожелается? Здоровья. Здоровья. Только здоровья. Будет здоровья, все будет. Не только родные, но и вся республика ждет наших бойцов с победой, живыми и невредимыми. Поделился председатель совета старейшин Карачаева-Черкесии Инвер Ардуханов. Бойцы нуждаются в нашей поддержке, и мы их не подведем, поэтому сбор гуманитарной помощи не останавливаем. Большое спасибо всем, кто принимает участие в сборе и доставке гуманитарной помощи нашим военным. Это у нас даже, я уже стыдно говорить, какую я уже машину отправляю. Не буду говорить. Это даже Аллах видит. Я хочу сказать, под Новым годом мы действительно хотим детей там обрадовать. Потому что это дети наши в этом холоде, в этой бедной, действительно, так же холоде, они стоят за нашу Россию. За нашу Россию. И поэтому мы обязаны им отправлять грузы. И пусть те, которые вот это готовят нам, все этот продукт, все это делают, спаси им большое от чистой души. Гуманитарный конвой отправился сегодня в зону СВО поддержать военнослужащих и передать тепло родной земли. Посылки будут доставлены землякам и ребятам. В составе груза крупы, консервы и различные продукты питания. Домашняя выпечка, хачаны и дающий силу горский напиток Айран. Альбина Курочинова, Кенджева, Мурад Джанкёзов. Вести. Карачаева, Черкесия. Новый информационный день продолжает совещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на черкесском языке, затем также программы черкесской редакции. А в 14.30 «Вести» Карачаева, Черкесия с Аллой Динаевой. Всем удачного дня и встретимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok